Всем привет! Сегодня мы говорим про падежи в русском языке. Это будет небольшое видео. Это будет видео-вступление. Я расскажу, сколько падежей в русском языке, для чего мы их используем и как они называются. Итак, в русском языке шесть падежей. Падеж. Что это? Я бы сказала, что падеж это определенная форма слова, которая несет определенную информацию. Я потом вам наглядно еще объясню, что это такое. Для того, чтобы правильно использовать русские падежи, вы должны знать, первое, это функцию падежа. У каждого падежа есть свой набор функций. Обычно это не одна функция, это больше, чем одна функция. И вы должны понимать, зачем надо использовать этот падеж, какие у него функции. Номер два. Вы должны знать, какие окончания используются в этом падеже. В каждом падеже есть свой набор окончаний, которые надо добавлять к слову. И номер три. Вы должны знать, какие вопросительные слова используются в каждом падеже. Каждый падеж тоже имеет свои определенные вопросительные слова. Это вы тоже должны знать. Итак, давайте посмотрим, какие есть падежи в русском языке. Шесть падежей, как я уже сказала. Первый падеж. Я буду говорить, как они называются по-английски и как они называются по-русски. И какие вопросительные слова используются для этих падежей. Итак, номинатив кейс, именительный падеж. Вопросы. Кто? Что? Вы уже знаете, что вопрос кто это who по-английски мы используем кто, когда говорим про людей и про животных. Что это what мы используем для объектов. Номер два. Дженитив кейс. Родительный падеж. Кого? Чего? Кого? Чего? Это формы вопросительных слов кто, что. По-английски это тоже who and what. Но по-русски это другие формы. Это одно и то же слово, но просто другая форма. Потому что это другой падеж. Датив кейс. Дательный падеж. Кому? Чему? Еще раз повторяю, что вот эти все вопросительные слова это просто другие формы этих вопросительных слов. Основные вопросительные слова это кто и что. Но в других падежах эти вопросительные слова меняют свою форму. Окей? Точно так же, как меняют свою форму другие слова. И все. Мы просто добавляем к ним разные окончания. Номер четыре. Аккузатив кейс. Винительный падеж. Кого? Чего? О, ссори. Кого? Что? Винительный падеж. Кого? Что? Инструментал кейс. Творительный падеж. Кем? Чем? Препозитченал кейс. Предложный падеж. Ком? Чем? Окей. Сейчас мы посмотрим, как мы используем эти падежи в русском языке. Падеж это форма. Это форма слова. И эта форма несет определенную информацию. Так. Для разных функций мы используем разные падежи и, соответственно, разные формы слов. Например, это кофе, и я могу дать разную информацию про этот кофе, используя разные падежи. Например, я могу сказать, что это кофе с молоком. По-английски это всё просто. With milk. По-русски я не могу использовать preposition, предлог с, with, и слово молоко. Я не могу это сделать, потому что мы используем определенный падеж, который используется с предлогом with, с. Есть определенный падеж. Этот падеж называется instrumental case, творительный падеж. Мы используем его каждый раз, когда хотим сказать что-то с чем-то. Something with something. Когда мы используем предлог with, с. Вот тогда мы используем творительный падеж. И вот это, ом, ом, это окончание показывает, что слово молоко в творительном падеже. Это функция with something. Я могу сказать coffee with, without sugar. Я не могу по-русски just use, использовать предлог без и слово сахар. Я не могу сказать без сахар. Это неправильно. Потому что существует определенный падеж, который служит для выражения отсутствия чего-то. Когда чего-то нет, мы используем genitive case. И вот это окончание а, это форма родительного падежа, genitive case. Когда я хочу сказать, что кофе на столе, сказать о местоположении, о локации кофе, я использую специальный падеж, который называется propositional case, предложный падеж. Я использую этот падеж, потому что он отвечает за местоположение, за локацию. Я не могу говорить на стол, кофе на стол, когда говорю про локацию. Это неправильно. Я должна использовать специальную форму этого падежа, этого слова, чтобы объяснить, что я говорю про локацию, про местоположение кофе. Для определенной цели мы используем определенные падежи. Падеж – это форма слова. Форма слова, которая передает определенную информацию. Когда я смотрю на это слово, когда я смотрю на форму, в котором находится это слово, я уже понимаю, что, какая информация здесь есть в этом слове. Для этого нам нужны падежи. И еще раз хочу повторить. Для того, чтобы понимать и правильно использовать падежи, вы должны знать функции каждого падежа. Вы должны знать окончания, которые используются в каждом падеже. И вы должны знать, какие вопросительные слова используются в каждом падеже. Эти вопросительные слова вы должны знать в первую очередь. Вы должны их запомнить. Есть еще другие вопросительные слова, дополнительные. Это тоже важно. Их тоже надо знать. Это такая вступительная часть, которую я хотела вам объяснить про падежи. В следующих видео я буду говорить про каждый падеж отдельно и рассказывать про них. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok